Всей души поздравляю от имени всей Франции, понимаем, что это очень сложная работа и может быть и не с чем, но тем не менее. Корейль, ну о чем вы с утра говорите? Капиш! Ответственность за службу в нашей экономике. Я не знаю, надо ли с этим поздравлять, потому что мы знаем, какая это ответственность и что за это. Но я уверен в том, что у Михаила Владимировича все получится. Михаил Владимирович, два основных ключевых вопроса. Первый. Стратегия роста. Маленький вопрос. Второй вопрос. Вмекните, каким будет правительство. Стратегия роста. Первое. Значит, у нас достаточно стабильная ситуация. То, что ФМБ сформировался приличными, то, что золотовалютные ресурсы. Это все с достаточно хорошо стабилизированной ситуацией. У нас, вы знаете, инфляция не выйдет, я думаю, за эти 4%. Это очевидно. И, конечно, первое, что необходимо делать, это сегодня серьезно заниматься институциональными реформами. Реформ управления. И, конечно, самые современные информационные технологии. Я буду разбираться с программой, национальным проектом «Цифровая экономика». Без сомнения, государство должно являться цифровой платформой, которая создана для людей. Так мы пытались строить налоговую систему. И самое важное – это снять ограничение барьеры для бизнеса, сократить издержки для бизнеса. Для того, чтобы… Ну, во всяком случае, очень честно говорить с бизнесом. Я знаю, что, уважаемый, что Витя пригласил все бизнес-объединения. Я их знаю лично, работаю много. Это важнейшие из вопросов, которые я буду сразу же с первых дней рассматривать. То, что касается национальных проектов, я считаю, это хороший инструмент для достижения этих целей, в том числе для роста ВВП. Надо серьезно заниматься, заниматься линейтаризацией и опираться на регионы. Это то, о чем мы все-таки говорили. Опираться на регионы. Буду вас просить на пленарном заседании, также помогать у нас проектам, у посланиям президента в регионах эту ситуацию мониторить. И буду стараться, чтобы наш диалог постоянно был. Как-то так. Спасибо.